Общая старация в таких очень конкретных, а на них очень конкретных ситуациях, но более общая. Мы будем говорить о психологических исследованиях, которые проводились в музее перед 80.185 до 2000. Это регулярные исследования, которые посетители выставок разных периодичных управлений, а также посетители основной экспозиции музея, регулярные исследования четыре опроса, охватывающие такой длительный период. Тем неинтересен этот период, что он как раз включал в себя годы перестройки, изменения решительной выставочной политики музеев и изменения экспозиции после того, как было принято цензурам. Это период сложной кризиса ценностей, переоценки ценностей. И период стабильного течения культурной жизни, просто перестройщих периодов. Эти даты сопоставимы, потому что они проводились по одинаковой методике сбора и обработки данных. Эти анкеты включали аналогичную функцию вопросов и обрабатывались по одной и той же программе, включающей в себя анализ оценку соотношения обведок, коррекционные и фасторные анализы. Вот потому, собственно, такой большой массив, он заставляет свое, предназначая своих анализов, говорить о материях более общего характера. Возможно, это по-моему, биологическому подходу к изучению музея. И, прежде всего, это определение спецификами публиковых художественных музеев. Что же это за публика в художественных музеях? Что за это представляет публиковых художественных музеев? Во всех населениях музеев мы говорим о музеях, мы говорим о том, что удовлетворилось, например, о музее, о музыкальном музеех, о мегиратуре, о социальных и генеральном пространстве. Это все время говорится о музеях. И почти никогда мы не встречаем определения специфики музеев. И вот на самом деле наших данных я буду предельно обобщена говорить об этих данных. И Демитранска вышла уже книга в прошлом году, где очень полная и очень закрытая серия за проспектами. И так, чтобы публику художественную серию. Художественные музеи должны быть решительными, уникальными отличия от многого художественного музея. И даже в огромном здоровом смысле это понятно, что люди, которые приходят в художественные музеи, не обходуются совершенно интенсивными. Нежно тогда, когда и приходит, скажем, в музей залогнический, военно-морской. Люди принимают, я хотела сказать еще, что это исследование одиночных посетителей, посетителей музея, которые приходят в самостоятельную решение в художественном музее. Это люди, которые приходят в художественные музеи для общения с искусством. Это люди, которые приходят для одной циклы – получения эстетического удовольствия, эстетического удовольствия, эстетического удовольствия. В общем, на разных уровнях, в разные степени. Это могут быть люди с искусством в возвышенной художественной музеи, со всеми подготовленными музеями, вкусы, которые ограничены, и стал изучением эстетического и эстетического удовольствия, так или иначе для эстетического удовольствия. И что это за публика? В чем ее особенность, отличая от публики других музеев? Прежде всего, это практически полностью высокообразованного вкуса. Это высокий процент людей свыше и неоплечено на высшем образовании. Вот, например, на самом деле. Так, 30 лет, да? Да. А, вы здесь, да? Куда? Хорошо. Стояние чуть-чуть. Что-то будет красиво. А вы тогда переключаете? А, вы переключаете? Переключаете? Вот, пожалуйста. Скажем, мы сделаем это. Прежде всего, с населением, по результату, с населением 2010-го года, 22% населения страны имеет высшее и неоконченное высшее образование. В городском музее, это 85-90-х годов. Сейчас у нас почти полностью взрослая аудитория, потому что предвыше и неоконченное высшее образование, исключая тех людей, которые выступали в своей возможности иметь такое образование. Мы говорим о художественном музеее. Мы говорим о ее основании. Как говорится, потому что русский музей – это крупнейший музей национальной деятельности в стране, а потом в 90-х годах и в 2010-х годах взрослые декоративные теоретические составы русского музея на постоянной экспозиции с такими крупными музеями, как художественным музеям. Мы называем это элитарным публикой, хотя слово это нам очень нравится, но, во всяком случае, суть прелесняет. Следующий, пожалуйста. Это публика, где в советское время, в подсоветское время, где преобладаемая в аудитории художественного музея национального музея национального музея национального музея. В публиках художественного музея, эти публики, которые будут в музее, естественно, не радуются. Им что-то нравится, что это не нравится. Они их отличие уже предпочтить. Они выбирают, на какие листы какие пойти, на какие они хотят. Это интересные очень травмы, которые мы стали получать после того, как была организация в Ленинградском музеецке, это у меня экспозиция музея и выставки. С 1988 года с начала лета выставки, мы были представлены с фирмом, а дальше, Шкандинского, Малевича, из 20-х публициальных, то есть, а где музей показывал Абон-Ванк? Что мы им дали? Мы им дали дефинизацию. Во-первых, изменился состав. Если в советское время это совершенно не меняющийся социально-демограммический состав, где студенты, которые в городе, в городе, в городе, в городе 10%, а инженерно-технические работники почти третьей публики, то после перестройки состав публики решительно меняется. Изменилась экспозиция, изменились характерности, стали показывать искусства разных периодов в разных направлениях, например, сенсоры, изменились составы. Музеи свои, экспозиции, тем искусством, которое он показывает, как и что он показывает, он влияет на состав. Но количество, начистость, усилий музея влиять возможно лишь только в какой-то ограниченной диапазоне. Дело в том, что вот этот момент очень хорошо понимает социально-демограмм. Потому что совсем почти не понимают музейные социально-демограммы. Дело в том, что не музей создаёт публика, а публика создаёт музей. В музей художные приходят любители искусств. От количества любителей искусств. В зависимости от существования и от существования музея, а от сохраненности более общего, цифрокультурного характера. От демократической ситуации для генетариального финансового музея, от уровня культуры, от качества образования. В зависимости от количества общих музеев, которые были участвуют. В частности, в зависимости от количества. Те или иные категории начинают посещать музеи. Те или иные категории перестанут посещать музеи. То есть, ответ на вашу службу музею, понимаем, как музей. Очень просто. Без вот этого социального ресурса, социальная почва, люди, которые имеют потребность, приходят в музей. Музей не может существовать. Мы можем придумать, какие уровни музеи. Мы можем создать, какие уровни музеи. Только они не могут работать, если не будет вот этой социальной почвы. И вот это заставили ресурсы. Мы имеем в виду. Я устал управлять. Примерно в Японии в 2006 году был закрыт музей. А колоссальные средства были вложены. Потому что люди выходили в город и давали. Их социальный ресурс музей не существует. И так относительно предпочтение. Вот музеи обобщают на том основании, что музеи художественные похожи на острове музеи. Весь те, кто там тоже залы, экспонаты, и они выходят абсолютно определенные тариктовые движения. Мы, может быть, в музей попадем в какие-то исследования. Но в художественном музее образуется совершенно другое психологическое какое-то пространство. Что такое нравится, не нравится, предпочтение. Люди предпочитают, им нравится то, что соответствует, сочетается, как-то гармонирует с их мироощущениями. И им нравится то, что это терапевтическое ощущение. То есть мироощущение как картина мира. И то или иное искусство, то или иное направление в искусстве, то или иное стиль, то или иное произведение – это точка отсчета в построении продукции мира. И людям нравится, или не нравится в соответствии с этим совпадением или совпадением. И музеи, и врачи. Пространство, вот такое драматическое пространство вот этого строения, структуры различных мировосприятий, мировоззрений. И, оказывается, это и не какой-то порядок. Вот мы ставим в этот порядок именно после обмиранной цензуры. Именно тогда, когда неопределенный замкнутый ограниченный урок в совпадении был достойным вложением, а когда столкнулся и все. Все не нравится, да? Или все-таки с временем искусства, когда были распространенные исполненцы, с временем искусства, и в облике страны дифференцированцы. Одни считают, что это не искусство. На мысле и искусство – это не все равно. Другие – на выставке авангарда. Определенные – на выставке современного искусства. Зависимость предпочтения от этой картины «Мира» очень хорошо была видна в период перестройки. Когда из первой выставки авангарда в музей пошла публика студенческая где-то у них до 30% студентов, которые были в советское время. Это творческие работники, это гуманитарий, процент активно увеличился в этот период, это молодежь. Вы знаете, наверное, этот период – это абсолютная политизация общественного сознания. То есть все проблемы обсуждались в стране, которые происходили в этой форме. И мы задавали маркетинговые вопросы. И они не выглядели некорректно, потому что это все подновало. Например, на выставке кондиционного образования обладает суставы трагматические, такие тяжелые трагматические, да? Очень как это, как мы создали, везде. И только мы выясняем, что люди, которые сопротивлялись переменам, которые негативно относились к пересказащим трагментам, посещающие основные выставки традиционные искусства. Это люди, основные выражения. Большая часть этих людей на выставке традиционных искусств. И люди, которые приветствовали переменам, посещали выставки авангарда, вот эти новые выставки, которые показывают в музеях. И это соотносилось совершенно социальности для Ядова, который тогда был подругавством Ядова, и занималась активно очень вот этой проблемой поиска социальной идентичности в этот сложный период. И Яда тогда говорит, что ее перспективно, очень перспективно, перспективно все перемены, потому что молодое поколение их поддерживает, а пожилые люди относятся к этому негативу. Мы видели то же самое в своих предпочтениях. То есть это совершенно было сопоставимо. Да, мы знаем все, что после перестройки колоссально выросло количество людей, которые считают себя верующими, которые считают себя верующими, которые считают себя верующими. И на наших предпочтениях мы видим, что у нас есть предпочтение картинно-религиозным сюжетом. Скажем, вот большая мысль была Хромского, а Лиза предпочтения, такая дочь, считается, очень удачная, и даже на закручение, это речь как холод, радость о царе ее действия, она не экспонировалась. То есть раньше, когда на первый раз там были такие присос в пустыне, или те картинки, которые занимались до первого, мы стали предпочтением, если бы не сказавшись, ушли на последний план, а на первый раз и на последний план. То есть это я так и говорю, пожалуйста, следующее. А мы можем это показать. Потому что я говорю, что вот это пространство ценностей художественного музея, оно в реальности, в живом вот таком эмоциональном разрезе, в живом эмоциональном ракурсе мы наблюдаем. Более того, аудитория зрителей на разных выставках имеет разный социально-правлический кофе. Но это не очень ясно, такой уж ясный и четкий, но ясные тенденции к различию этого кофе. Вот посмотрите, пожалуйста. Нет. Верните, пожалуйста. Это первое, да? Падает. Вот. Вот, да? Вы посмотрите. Выставки традиционного искусства двадцатого века современного искусства. Вы видите, да? что здесь, на выставках традиционного искусства больше технического образования. Вот этот вот диапазон сорока-пятьдесят девять, это диапазон на разных выставках, на нескольких выставках, вот таком диапазоне доля людей с техническим и естественным научным образованием. На выставках двадцатого века сокращается и еще сокращается. Вот эта тенденция четко здесь чувствуется. То же самое гуманитарное образование и то же самое художеное образование. Пожалуйста, следующее. Такая же тенденция, вы видите, да, вот по вертикали и по возрастным группам, по возрастным категориям. То есть, мы видим совершенно вот тенденцию к различному стальному графическому форму на выставках разных периодов. И следующий вопрос. А, нет. На каждой анкете мы задавали вопрос. Ваши впечатления от выставки? Мы тут порядковая шкала, такая с пяти градациями. И когда мы подводили вот итог, анализ статистический, смотрите, какую интересную мы увидели закономерность. Да, очень интересно. Почти все говорят на выставках традиционных искусств волокон. И как сокращается количество согласных, позитивных наш оценок, оценок в зависимости от того, как история уклоняется от традиций. И противоречивые впечатления. Ну, я не стану увеличивать вообще. Постепенно увеличивается. Посмотрите, до 10 раз это ненавиджилось. До половины. Негко возразить. На первый взгляд это кажется, что, ну, понятно, что современное искусство, но вот в свое время импрессионисты тоже вообще не понимали, ругали, да, и все. Но на выставках таблицов, а вот это, вот график, пожалуйста, график. Вот здесь очень хорошо, та же самая таблица, только график установлен. Вы видите, как постепенно сокращается количество позитивного согласия и увеличивается количество людей, которые выделяют чу администрации. И на выставках современные выставки самые подготовленные публики по социальным и родическим характеристикам, по PrincessStube, по подготовленности. Это люди, которые идут на выставки современного выставки. Специально хотят посмотреть эти выставки. Это люди, кстати, которые интересуются вообще и современным кино, и современной литературой, и методами очень подготовленных богов. Там очень много художников, вы видели, как там, вдоль школы, да, вот эти, там есть. Там очень много людей, которые специально увлекаются искусством, регулярно ходят в музей. И более широкая аудитория выходит на выставки традиционного искусства, она не бывает. И вместе с тем мы имеем вот такую половину, примерно, противоречивую, впечатлению своему искусству. Это уже очень долгий разговор относительно собственного зановоевского искусства временного, которое уходит, уходя от традиции, уходит от общих, общезначных идей, которые объединяются. Это уже разговор о том, как разные направления, периоды искусства выполняют функцию интеграции. И как она, эта функция интеграции, ослабляет цикл. И в том процессе, это же мы выходим на другую сторону. Ну и, собственно, я хотела, может, закончить время, которое мое совсем уже вышло. Дело, что... Что такое публика художественного музея, что такое художественное музей? Когда мы не говорим о специфике музея, мы не говорим о специфике примера и света. Мы исследуем, опыскаем, собственно, примеры света. И когда мы понимаем, что происходит в художественном музее, то это может быть методологическим основанием для построения программ. А мы сейчас посередине в этих программах художественного музея говорим о знаниях, 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 информации. Искусствоведы говорят, мы очень воспринимательством, но очень художественным языком. А вот о развитии мы мало слышим. А именно художественный язык, это есть именно та точка отсчета в постоянном квартире мира. И у меня сейчас нет времени подробно об этом говорить, но мне это очень подробно, потому что разные возрастные приходят. Молодежную культуру издали с предпочтением художественных музеев, которые очень отличаются в своих предпочтениях и предпочтениях старшего поколения. Иногда на одних и тех же выставках, когда мы смотрим данные, мы думаем, что может быть разные выставки, потому что они не делят, но в других и других. Куинджи, люди старшего возраста, что воспринимают, как посыпают у нас в такой создательный эксперимент, вот видите, гармоничные, прекрасные, красивые, лирические, те же картины, молодежные же. Напряженная, драматическая, понимаете, это что? Это потребность этой граммы, так они выражают свое мироощущение в предпочтениях художественных жизнях. Поэтому я хотела обратить ваше внимание на специфику предметной сферы. Ну вот, все, пожалуйста.